В Аксу состоялась спартакиада, девизом которой стала борьба с наркотиками и наркобизнесом. Молодые люди участвовали в эстафете, соревновались в конкурсе на лучший лозунг и не только. За результатами спортсменов наблюдал Артур Поляков. Президент Казахстана в своем послании народу сделал акцент в том числе и на борьбу с синтетическими наркотиками. Сегодня в городе Аксу проводится антинаркотическая спортивная эстафета под девизом Балашака Умтел. Все мы знаем, что на сегодняшний день синтетические наркотики представляют угрозу не только молодежи Казахстана, но и всему мировому сообществу. Сегодня молодежь соревновалась в различных видах спорта. Это бег с мячом, забег на небольшую дистанцию и другие. Радуют, что студенты и школьники проявляют инициативу. Для них это интересно. Мысли отказаться не было, потому что я беру за любую инициативу и думаю, это шансы всегда победить. Как тебе твои оппоненты? Вот я посмотрел, оценил свои шансы. На что рассчитываешь? Ну, оппоненты, заст, не сильные, но я все равно рассчитываю на победу. Главная цель спорта Киады – профилактика наркозависимости. По словам Ирины Кемергалиевой, ей особенно подвержены дети из сел. Уезжая от родителей в большой город, полный соблазнов, их легче всего затянуть в неприятности. Для того, чтобы этого не допустить, проводятся подобные профилактические акции. Так, в 2022 году охватили 47 тысяч человек из числа учащихся местных вузов, колледжей и школ. Артур Поляков, Юрий Белевский, Ертис Акпарат.